Жизненный опыт и знания уральских ветеранов необходимы для сохранения истории и воинской славы нашей страны, для обеспечения связи поколений и патриотического воспитания молодежи. Об этом сказал губернатор Евгений Куевшев, принимая участие в митинге и традиционном торжественном приеме уральских ветеранов Великой Отечественной войны в Екатеринбургском Суворовском училище. Почтить память погибших за Отечество в этот день собрались около 200 участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, блокадников Ленинграда, узников гетто и нацистских концлагерей, детей погибших воинов, проживающих как в Екатеринбурге, так и в городах Свердловской области. Меня очень радует, что традиции встреч курсантов с ветеранами и тружениками тыла продолжаются и крепко. Это символизирует связь поколений патриотов. Это дает возможность молодому поколению защитников пообщаться с ветеранами войны и тружениками тыла. Суворовские училища по сути стали детищами войны. Они возникли по всей стране в грозном 1943 году. Как ответ на требование времени, необходимость подготовки профессиональных, хорошо образованных защитников Отечества. Училище дает своим воспитанникам отличное образование и великолепную боевую подготовку. И сегодня Екатеринбургское Суворовское военное училище является одним из лидеров по рейтингу Министерства обороны и профильных военных училищ. Сегодня училище воспитывает по-настоящему элиту российского общества. Среди выпускников Екатеринбургского Суворовского училища много видных государственных деятелей, известных военно-начальников, ученых. Около 50 выпускников удостоены высшего воинского звания – генерал. За мужество и героизм 10 человек удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Шесть из них посмертно. Губернатор напомнил, что Свердловская область внесла огромный вклад в достижение победы. Свыше 700 тысяч наших земляков защищали родину с оружием в руках. Больше трети из них не вернулись домой. Предприятия Урала давали фронту 40% всей военной продукции. Обращаясь к воспитанникам училища, председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов Союз ветеранов Юрий Кравченко пожелал курсантам быть достойными памяти и подвигов своих предков. Губернатор Евгений Кувышев и участники митинга возложили цветы к мемориалу выпускников военного училища, погибших при исполнении воинского долга. Воспитанники Суворовского училища представили концертную программу. Напомним, митинг в училище – это лишь одно из первых торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Декада разнообразных тематических акций проходит во все городах Среднего Урала. Кроме того, социальные работники и волонтеры оказывают адресную помощь ветеранам на дому и поздравляют земляков с праздником. Субтитры создавал DimaTorzok